Всем привет, ребята! Меня зовут Поля, добро пожаловать на мой канал. Сегодня я также снимаю видео о рубрике или тематике back to school. А именно, кстати, как вы сможете сейчас заметить, я нахожусь без макияжа, потому что сегодня видео будет в основном посвящено именно макияжу. Я вам расскажу, как сделать максимально натуральный макияж, который никто не заметит практически, но вы будете смотреться очень эффектно и очень красиво и ухоженно. Как в школе, так и в университете без разницы. Я на самом деле больше за натуральную красоту, больше за естественную красоту. Мне нравится, когда девушка просто ну минимум накрашена, но смотрится это очень мило и красиво. Я уверена, что вам это видео очень понравится. Вы узнаете какие-то советы, как оставаться красиво в школе, поэтому оставайся со мной и давайте приступим к этому видео. Итак, чтобы начать, нам нужно для начала убрать наши волосы. У меня есть вот такие вот специальные ушки, их я покупала в моде, они очень удобны, советую всем. Далее займемся увлажнением нашей кожи. У меня это крем Пантенол. Обязательно не забываем про зону декольте и шеи и наносим массирующими движениями. Ждем буквально минут 5, чтобы все высохло. Итак, теперь в работу нам идет бьюти-блендер или наш спонжик для макияжа, который нам нужен увлажный, поэтому я его промываю обычно теплой водой с мылом и с под краном. Далее я беру свой консилер от Maybelline Fit Me и наношу его на какие-то проблемные свои участки кожи. Чаще всего это круги под глазами, нос и область вокруг губ. Далее теперь берем наш спонжик или бьюти-блендер и аккуратненько по хлопающим движениям и наносим наш консилер на свое лицо. Больше этот светлый консилер в своем макияже я использовать не буду. А теперь в работу у нас приступает другой консилер, но немножко темнее. Его я наношу уже на свой лоб и также растушевываю все нашим бьюти-блендером. Займемся бровями. Для начала я расчесываю свои бровки наверх вот такой специальной кисточкой. Далее беру тени для бровей, они очень бюджетные, потому что они из L'Etoile. И наношу буквально очень чуть-чуть этих теней на свои бровки и получается максимально естественно. Вот, смотрите. Все это дело нужно закрепить прозрачным гелем. Я также расчесываю свои бровки наверх именно и немножко подправляю своей щеточкой для бровей. Сделать взгляд более выразительным нам, конечно же, поможет обычная черная тушь для ресниц. Если вы с таким же лицом красите свои ресницы, то ставьте лайк под этим видео. Теперь пришло время лайфхакам. Я беру обычную помаду, такого розового оттенка от L'Etoile. Вы можете воспользоваться любой другой. И смотрите, я наношу ее на свои щечки, чтобы добиться эффекта румян. Теперь это просто все растушевываю своим пальчиком и готово. Посмотрите просто, как это смотрится на самом деле свежо и по-настоящему красиво. Я просто обожаю, когда у девушки лицо немножко сияет. Поэтому мы с вами берем хайлайтер. Я его наношу на скулы совершенно немножко. И еще люблю наносить его на носик и под верхнюю губу. Смотрится прелестно. Последние штышки и завершаем наш макияж блеском для губ. У меня он такой немножко с розовым оттенком, но я думаю прозрачные, розовые и вот все такие вот пастельные цвета разрешают во всех школах. А теперь взгляните, что у нас вышло. По-моему, очень красиво и мило. Мне прям нравится. Итак, все про свой такой повседневный и естественный макияж я вам рассказала. Надеюсь, что он вам понравился. И вы возьмете для себя даже какие-то некие фишечки, например, как с румянами и с помадой. Да, естественно, правда, пользуйтесь, потому что это очень удобно. На самом деле очень бюджетно. Особенно для людей, кто ходит в школу и также для студентов без разницы. Вот. А сейчас я бы хотела с вами поговорить про некоторые такие вещи, которые делают девочку по-настоящему женственной, по-настоящему красивой. Это, возможно, такие банальные детали, но все-таки они очень важны. Я хочу, чтобы вы их послушали. И если вы их все еще не выполняете, то, пожалуйста, исправьтесь. Это, правда, очень важно. Мне очень сильно нравится, когда девушка выражает женственность, естественность, натуральность, такую, не знаю, скромность, что-то скрытность, даже какую-то изюминку имеет. Это очень красиво и по-настоящему женственно. Первая вещь, про которую я вам хочу рассказать, будет касаться нашего аромата. Конечно, я очень люблю духи, но все-таки мне иногда нравится свой естественный запах. Ну и нравится, когда от меня пахнет вкусно духами. Так как, согласитесь, если от девочки очень вкусно пахнет, если вообще от человека очень вкусно пахнет, он вам просто-напросто, ну, ментально импонирует. Вы хотите с ним пообщаться, вы хотите с ним познакомиться, вы не хотите от него убежать, да, если от какого-то человека невкусно пахнет, то от него хочется поскорее уйти, поскорее убежать. Мне, на самом деле, очень нравятся духи, как я уже сказала. Я пользуюсь вот такими вот от Eclat. К сожалению, я не смогу передать запах духов через камеру, ну, в принципе, да, логично. Вот, они очень вкусно пахнут, пользуюсь я ими уже, наверное, год, и вот столько их всего осталось, вот было столько, стало столько. Больше всего духами я пользуюсь во время именно учебы, во время школы, сейчас буду пользоваться во время университета. В общем, я пользуюсь духами во время, знаете, таких обычных, ну, рутинных будней, когда есть какие-то дела или учебы или что-то такое. Мне, на самом деле, нравятся духи, не знаю, кто-то их недолюбливает, кто-то любит больше естественный запах, но это тоже круто, потому что, если от девушки, естественно, без всяких духов, без всяких ароматов, очень вкусно пахнет, то есть она ухаживает за своей кожей, ухаживает за своим телом, это очень круто. Если вам не нравятся духи и вы не хотите, естественно, пахнуть, то у меня для вас есть некая такая альтернатива, это лосьон для тела, то есть он есть парфюмированный, с добавлением парфюма, вот какой у меня также от Eclat есть, не парфюмированный. Он такой кремообразной основы, то есть вы просто его наносите, как крем на свое тело, вот так вот размазываете, я чаще всего наношу такой на руки, и потом от меня очень вкусно пахнет, и, в принципе, не надо даже пользоваться духами, не знаю, очень удобно, возможно, даже он дольше держится, чем обычный парфюм. И раз уж мы заговорили о нашем теле, об уходе за нашим телом, то хочу вам рассказать про такой вот крем Пантенол. На самом деле Пантенол я просто обожаю, не знаю, как для тела, как для ног, так для рук, так для всего просто-напросто, потому что они ничем не пахнут, они подходят для любого типа кожи, для сухого, для жирного, для комбинированного, ну, я думаю, вы меня поняли. И вот, я уже пользуюсь Пантенолом, кстати, вы, наверное, в начале видео видели, что я также использую такой же Пантенол, но для лица, вот, пользуюсь я ими уже, наверное, третий год, и они мне очень сильно нравятся, поэтому всем советую, кто еще не пользуется. Также Пантенол, вот это вот для тела, молочко, оно может спасти вас, не знаю, от ожогов, вот, например, я недавно в Сочи ездила, и я там очень сильно сгорела, и мне только помог Пантенол, вот, правда, у меня потом начала кожа вся тут шелушиться, но сейчас все прошло, но Пантенол меня просто выручил в этот момент. Не забываем ухаживать не только за кожей своего лица, да, но и за кожей своего тела, потому что нам с нашим телом все-таки жить до конца жизни. И последний, девочки, совет, который будет касаться не кожи нашего лица или тела, а наших волос, как мы могли про них забыть, я вам хочу посоветовать использовать в любое время года масло для волос. Его я наношу вообще на кончики, то есть где-то вот до сюда я наношу масло для волос примерно на влажные волосы, и потом они у меня не ломаются, не сушатся, и все в этом роде, поэтому пользуйтесь, пожалуйста, маслом для волос. Особенно оно меня спасает во время зимы, когда у нас такой, знаете, морозный воздух стоит, и волосы просто не выдерживают, и начинают все ломаться. Все, котики, всем огромное спасибо, кто досмотрел это видео до конца, я вас всех очень сильно люблю, обязательно не забывайте подписываться на мой канал, кто еще не подписан, у меня очень много интересных видео. И да, еще, кстати, не забывайте подписываться на мой инстаграм, потому что там мы общаемся 24 на 7 в прямом смысле, и в сторис, и в постах, и в видео, всяких прямых трансляциях, все, что вы любите. Всем пока-пока.